Встречи с жильцами проходят в рамках проекта формирования комфортной городской среды. На благоустройство дворовых территорий российским регионам в 2017 году выделено 20 миллиардов рублей из федерального бюджета. Севастополь на этой цели получит 81 миллион. Идею реализации программы в декабре прошлого года озвучил президент страны Владимир Владимирович Путин. Тогда глава государства подчеркнул, определять, как использовать выделенные средства должны сами жители. Основная цель какая? Услышать жителей, их пожелания, как они видят свой двор, свою прилегающую территорию, какие элементы благоустройства они хотят видеть на этой территории. И, в общем-то, с помощью тех специалистов по дизайну, по архитектуре, по ландшафтному дизайну, может быть, создать такой эскиз благоустройства дворовой территории, который бы учитывал мнение всех жителей. Во вторник представители инициативной группы посетили двор на улице Хрусталёва, встретились с местными жителями. Жильцы подготовились к встрече с гостями, сформировав предварительный список пожеланий по благоустройству территории. У нас дом старый, двор, соответственно, тоже старый, более 50 лет. Пришло всё оборудование двора в ветхое состояние, асфальт, отсутствие скамеек, всё это нас беспокоит. Где наши дети будут играть, спортивная площадка для старших детей, детская площадка для малышей. Всё это нужно восстановить, мы прилагаем все усилия, как видите, мы уже сами кое-что организовали. И, конечно, хотели бы, чтобы здесь было комфортно и цивилизованно освещение, скамейки, озеленение. Встретились представители городских властей и активисты Общероссийского народного фронта и жителями улиц Косарева и Шевченко. Возле здания школы номер 57 планируется благоустроить сквер. Просят жильцы также установить поблизости и детскую площадку. Очень много в этом микрорайоне деток, потому что в каждой семье по трое, по четверо детей. И очень важно, чтобы здесь была хорошая детская площадка ещё. Ещё важно, чтобы была площадка для подростков, потому что и подросткам негде погулять. Вот там мы присматривали, есть тоже такой у нас пятачок за парком, где бы можно было разместить для подростков хороший корт или баскетбольную площадку. Цель подобных визитов, по словам активистов Общероссийского народного фронта, определить, что хотят благоустроить на своей территории сами жители. Кроме того, в составе инициативной группы работают и специалисты в области архитектуры. В их задачу входит разработка эскизных проектов благоустройства территории. Активисты говорят, в планах организовать такую работу во всех дворах нашего города. Проект рассчитан до 2022 года. Другой вопрос – в очерёдности проведения работ. Для того, чтобы тот или иной двор попал в список первоочередных территорий уже в 2017 году, жильцам нужно направить заявку в Департамент городского хозяйства до 25 мая. Для дворовых территорий до 25 мая должны быть проведены общие собрания собственников в многоквартирных домах, на которых жители определяют те виды работ, которые они хотят сделать у себя во дворах. Жители определяются с видами работ, подают заявку. Дальше работает межведомственная комиссия, уже субъект рассматривает эти заявки. Аналогичную проектную сессию по благоустройству активистов Общевоссийского народного фронта провели также в Бакчисарая и Симферополе. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.